Привет! Здарова, ребята! Видео будет об этой мистической штуке. Короче, вещь, блин, прикольная получилась. И в некоторых моментах в работе и в дальнейших каких-то крутых самоделках она понадобится. Безусловно. И, кстати, не забывайте, в описании есть куча полезных ссылок на полезные товары с Алика, а также ссылки на мой Инстаграм и группу ВКонтакте. Кстати, группу ВКонтакте ведет мой младший братишка, и он прям старается. Настало время посмотреть. И вот спустя сутки мы снова с вами находимся в этой баночке. А в дальнейшем сейчас мы будем собирать корпус для нашего компрессора, так как он же все-таки компрессор, он может качать еще и в обратную сторону, то есть накачивать не только создавая разреженное давление, или, как это сказать, отрицательное давление, да, создавать, но и избыточное. Вот так вот. Поэтому сейчас мы все сделаем. Замечательный небольшой корпус, как небольшой мобильный компрессор для вот таких вот вещей, я думаю, вполне сойдет. Кстати, корпусом для нашего маленького компрессора послужит вот такая вот распаечная коробка. IP55. Осталось после ремонта. Как корпус его использовать вообще замечательно. Компрессор встает сюда вообще очень хорошо. И даже остается место. Подключать пока временно, даже когда уже соберем наш ящик, я буду, опять же, через зарядник аккумулятора, крокодильчиком. Я сделал выводы такие, плюс-минус. А дальше мы уже разберемся. Просто на данный момент у меня нет к нему блока питания, к сожалению. Я думаю, что если его можно использовать будет и в мастерской, и якобы как бы в машину, но в машину он все равно слабоват. Я купил более мощный, и он гораздо лучше качает, чем этот, в любом случае. Итак, сейчас нам нужно подготовить отверстия в нашей коробушке, высверлить, соответственно. Впускное отверстие просто оставить, небольшое отверстие для воздуха, для подачи. Также сделать отверстие большое под тономик. Вот. И пока все. А дальше уже можно будет разобраться со шлангом, сделать вывод небольшой из него. Так, нужно определиться, что мы будем устанавливать его вот так. Соответственно, наш тонометр будет стоять где-то в этом районе. Примерно где-то здесь. Нам нужно сейчас его обвести. И вырезать отверстие чуть меньше на данный момент, чем сам тонометр. Для этого дела мы воспользуемся обыкновенной коронкой под дерево. Я наметил с этой стороны. Сделал отверстие пером. И сейчас, чтобы не выломать, потому что довольно хрупкий пластик, я просверлю коронкой изнутри. Упс. Главное, ничего не поломало. Слава богу. У меня был такой зеленый силиконовый шланг, топливный. Он довольно толстостенный, удерживает хорошее давление. И, как я и говорил, я взял быстросъемы со старого шланга. Снял с них оплетку, с рыжего шланга. Этот рыжий шланг я, скорее всего, не буду использовать, потому что он очень дубовый и неудобный. И вот быстросъем, на который, соответственно, одевается ответная часть всех инструментов воздушных, я сделал в таком виде. И повесил на него хомут. Прятать я буду только один конец, который будет подключаться непосредственно к самому компрессору. Вот сюда. А вот эта часть именно будет болтаться. Закреплю я сам насос через вот такую проставочку. Вставляем его внутрь. И с обратной стороны просто саморезами, небольшими, двумя саморезами прикручиваем. Так проще, чем городить городушки с болтиками, гаечками. Так проще. Ну вот, мы установили наш компрессор на место. Он громковат, конечно. Но посмотрим, как после крышки это будет выглядеть. Все равно питать, в принципе, буду всегда в мастерской его. Я просто здесь сейчас вкручу два болта. С обратной стороны накручу на них провода. И просто так же крокодильчиками будут питать. Все просто. Обыкновенные болтики через шайбочку. И закручиваем. Закручивать сильно не имеет смысла, так как они... Этому убрали. Сейчас попробуем запитать. Я сейчас включил 6 вольт, чтобы оно так не тарахтело сильно. Ну вот, получается. Считай, как на аккумуляторе. Прикольно, интересно. Продолжаем. Дальше мы через заранее просверленное отверстие засунем шланг, питающий кислород. И закрепим на выходе. Сейчас мы попробуем самый простой инструмент. Это дрель пневматическую запитать. Будет ли она работать. Хотя бы от 6 вольт изначально. Нужно сейчас закрепить шланг. Но давления все равно не хватит. В любом случае, чтобы прокрутить. Потому что нужен ресивер, нужно постоянное давление. А эту вещицу можно будет использовать для небольшого аэрографа. Для рисования и тому подобное. А также для создания вакуума в банках. Итак, друзья, наверное, мне все-таки придется использовать наш старый рыжий шланг. Так как этот после теста просто взорвался. Я обалдел. Я подключил продувочный пистолет и попытался подержать. Посмотреть, сколько давления наберет. Очень красиво. Розочка и просто. Добрый вечер, друзья. После вчерашнего хлопка нашего шланга. Я решил немного изменить систему. Я, во-первых, перевернул. Сам корпус, чтобы было бы удобнее крепить наш тонометр. И, соответственно, у меня под конец нашей вчера съемки отвалился, получается, вклеенный патрубок вакуума. То есть всасывание воздуха. Мне пришлось его сегодня переклеить. Сейчас мы сделаем дополнительный, получается, шланг на вакуум и шланг на давление. И уже закроем и подготовим к эксплуатации. Шланг на вакуум я буду делать не сильно длинным. Он, в принципе, длинный не нужен. Я думаю, что половина от этого мотка пойдет. Это уже другой шланг. Он более толстостенный и резиновый. Не силиконовый, как этот. Мы, возможно, используем его полностью. Один на давление, другой на вакуум. Теперь мы подключаем шланг на давление. Это на обратное давление, соответственно, на вакуум. Теперь мы закроем крышкой. Мы собрали корпус. Сейчас я приклею тахометр. И оставлю его на какой-то промежуток времени, чтобы он приклеился. Привет еще раз, друзья. Мы доделали все-таки наш мобильный компрессор. Из раздолбанного старого компрессора. И также, по факту, вакуумный насос. Напомню, это у нас вакуум, это давление. И сейчас, я думаю, стоит попробовать сделать то и другое. А, да, кстати, я хотел вклеить на герметик. На герметик падла почему-то очень плохо застывает и плохо ложится на саму поверхность. Хотя я ее даже зашкурил по краю. Поэтому я не стал заморачиваться. Просто двумя клопами прикрепил. Все, все замечательно. Все равно его вскрывать, если только что-нибудь выскочит оттуда. Итак, с помощью нашего небезызвестного зарядного устройства сейчас мы запитаем нашу станцию. Напомню, что я начну с 6 вольт. Попробуем так. Ах, да, показать еще раз, как это выглядит. Клемы я сделал из болтов. С той стороны накрутил, соответственно. Ну, вы видели. Поэтому сейчас... Кстати, по-моему, тонометр после взрыва. Шланга перестал работать. Не откликается. Поэтому, наверное, зря я его установил. Это по большей степени уже декорация. Ладно. Попробуем 6 вольт надуть самый простой. Это вот перчатка. Плотная перчатка. Попробуем то же самое на 12 вольт. Будет сейчас торопить жутко. Прям достойно. Он работает стабильно, спокойно. Тарактит, конечно, громко. Но тут ничего не сделаешь. Показать, как работает вакуум, я даже не знаю, как. Сейчас попробуем. Возьмем нашу вакуумную банку и поместим туда кусочек поролона. По идее... По идее, если я все правильно понимаю... Поролон должен сжаться. Ну, что-то этого не происходит. Ну, а нет, тем не менее, звуки были. Обязательно посмотрите два старых видоса. Поставьте лайк каждому и всем подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно на канал. Да, подпишитесь еще на инстаграм. Обязательно. И пока.